Смотри, я сейчас тебе покажу, как летит крылатая ракета в радиоэлектронной радиолокационной обстановке. Во-первых, перед тем, как пускать эти крылатые ракеты, противник пытается вскрыть систему противовоздушной обороны. Это вот такие вот точки, это активные радиолокационные станции, у которых есть какая-то плотность облучения, интенсивность. И противник пытается произвести радиолокационную разведку, разведку РЛС, плотности радиолокационного поля и вскрыть места дислокации РЛС, чтобы корректно, грамотно пустить крылатую ракету и чтобы она не была поражена. Потому что там, где РЛС, там, как правило, находятся где-то рядом и пусковые установки для ракет. То есть, грубо говоря, если ракета залетает вот в эту зону, она будет тут поражена. Поэтому пытаются вот вскрыть эти точки. Они выглядят вот именно так, или в виде окружностей, или в трехмерном виде, как вот у нас сейчас говорят, в виде бульбашек. Ну, примерно это так выглядит. И вот стараются проложить маршрут таким образом, чтобы избежать попадания в плотное радиолокационное поле. То есть, примерно производится какой-то расчет, где она не будет обнаружена. То есть, плотность радиолокационного поля падает, и крылатая ракета не будет обнаружена. И, ну, примерно это выглядит вот так вот все. На современных средствах отображения подобная информация, это вот так выглядит. Ну, и, соответственно, прокладывается маршрут. То есть, маршрут вносится уже в память ракеты. Вот, хотя, по последней версии крылатых ракет, они могут чувствовать радиолокационное поле сами. И могут принимать какие-то решения сами, в зависимости от того, что они чувствуют. Но они это сделают не точно, не очень умно. Они не могут прям очень как-то умно это сделать. Поэтому, в целом, ситуация вот такая вот. Если же, то есть, ракета будет двигаться не тут, не тут. Она будет пытаться обойти все радиолокационные станции, повернуть и выйти в место там, где их нет. То есть, пытаться их обогнуть. Но, как с этим бороться? Если вдруг, вот на вот этом месте появляется новая радиолокационная станция, или новый пункт обнаружения какой-то, то тут, вот именно в таких местах, эти ракеты и попадаются. То есть, просто вот этой точки не было в ее программе. И когда она пойдет этим путем, тут она будет перехвачена, потому что тут какой-то новый, или новая мобильная РЛС, или там какая-то оптико-локационная станция, то есть, визуальное сопровождение и так далее. Она будет тут поражена. Ну, как бы, что касается этих полей, ну, по касательной они могут пролетать вот так вот. То есть, естественно, чем ближе к РЛС, тем выше вероятность обнаружения. Это все математическим расчетом рассчитывается. Вот РЛС, там, где она должна пролететь. Это чистая математика. В зависимости от поля, напряженности радиолокационного поля, плотности его, там, интенсивности, там, и так далее. Поэтому составляются примерно такие карты, как она должна пролететь и куда она должна полететь. Вот так вот. Что тут сказать? Ну, естественно, перед пуском вот эти карты составляются путем радиоэлектронной разведки. Это самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Такие же, вот как... Это могут быть не обязательно. АВАКС, это... Ну, если мы о западных говорим, это могут быть абсолютно другие самолеты с подвесными контейнерами, предназначенными для мониторинга радиолокационной обстановки. Вот. И все эти средства позволяют в итоге составить такую карту, которая потом закладывается в головки самонаведения ракет перед пуском. То есть, я думаю, что интеллектуальная составляющая ракет, которая способна реагировать на их необлучение, она все-таки минимальная. А максимальная это то, что закладывается, то есть, как ей лететь. Ну, вот и все. Поэтому, когда она идет по такому маршруту, огибая радиолокационные станции, ну, тут могут быть еще... Тут на это все рельеф местности накладывается, где-то рельеф выше, ниже и так далее. Это тоже учитывается, потому что рельеф местности, он очень сильно на радиолокационное поле влияет. Ну, и, соответственно, если она идет сюда, а тут вот мы поставили что-то новое, то тут она будет поражена.